То, что случилось на территории России в последние дни февраля и первое марта, шокировало россиян и привело в ярость бункерного деда. Сначала по всей РФ, словно рой пчел, разлетались беспилотники. Много вреда они не нанесли, но переполох был огромный. Дальше было еще хуже. На территории Брянской области объявились так называемые партизаны. В Кремле сначала не знали, что сказать. Путину пришлось отменить даже поездку в Ставропольский край на открытие года педагога. Спустя несколько часов диктатор произнес очередную чушь. Назвал события в регионе очередным терактом. Насилие, настоящее преступление совершают как раз не у нацистов, о которых я сейчас сказал, а их хозяева. Уверен, что и о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева не вспомнил. Никто даже не обратит на это внимания. Но вновь повторю, ничего у них не получится. Мы их дожмем. Путин впаривает народу все, что угодно, но не говорит главного. Что Россия воюет с Украиной. И это не так называемая военная спецоперация, а настоящая война. И эта война уже давно перешла на территорию России. А российская граница голая. И система противовоздушной обороны слепая. Собственно говоря, появление партизан российских, русских, партизан в Брянской области это некий такой шажок, который может быть очень и очень симптоматичным. Потому что я напомню, что оба Лжедмитрия в свое время начинали поход на Москву именно оттуда, где-то из тех районов, лесов. Консолидировали там свои армии и побеждали. Только за сутки 27-28 февраля территория России подверглась наиболее массированным налетам беспилотных летательных аппаратов. Дроны нанесли удар по нефтебазе в Туапсе, упали в Белгородской области, долетели до Адыгеи. Но больше всех переполоху наделали в Санкт-Петербурге, когда отменили все рейсы. Подняли воздух истребители и объявили план ковер. А также был грохот в 100 километрах от столицы, в городе Коломна. Ну вот минут 10 назад свист был слышен, потом взрыв явно. И вот в районе свалки, не знаю, передаст, не передаст видео. Сначала был дым, сейчас вот такое вот зарево. Как-то так. С начала полномасштабной войны России против Украины территория РФ несколько раз подвергалась обстрелам и ударам беспилотников. Наиболее опасные для Кремля были атаки по самолетам на аэродроме стратегической авиации в Энгельсе. Это 700 километров до Москвы. И удар по Рязанскому аэродрому в 200 километрах от столицы. Также были взрыв беспилотника над Калугой. До Москвы 160 километров. Сейчас полеты БПЛА осуществляются еще ближе к важным для Кремля точкам и часто остаются вне поля зрения российской ПВО. Мы можем говорить только о том, что точечные операции, если их проводят наши вооруженные силы, либо те субъекты, которые сочувствуют Украине и пытаются ее поддержать на территории России, они пытаются причинить максимальный вред при ограниченном ресурсе и при ограниченных возможностях. Максимальный вред это в первую очередь объекты, которые носят стратегический характер, необходимый для российской военной промышленности. А как следствие, скажем, нельзя сказать о том, что война уже в полный рост перешла на территорию Российской Федерации, либо охватила территорию Российской Федерации и огромную часть ее населения. Так, чтобы они это ощущали, так, чтобы это каким-то образом трансформировалось в внутреннее давление на политическую элиту. Например, в Туапсе раздались взрывы на нефтебазе Роснефти, в 30 метрах от которой находятся казармы Минобороны РФ. До резиденции Путина Бачара в ручей примерно 70 километров вдоль берега. Спустя год после начала войны мы должны с вами констатировать, что осознание необходимости донесения мысли российским гражданам о том, что война это не только ток-шоу Соловьева, Скобеева и остальных, а это и то, что непосредственно их касается, их жизни, их безопасности, да, постепенно оно становится той тенденцией, которая соответствует ожиданиям наших руководителей вооруженных сил. В российских пабликах начались дискуссии, кто запустил эти БПЛА, какая страна производитель этих аппаратов и тому подобное. Но никто не задался вопросом, почему это происходит. Общая концепция, ну скажем, общая сделка политической элиты и военной элиты Российской Федерации с молчаливым обществом, она немного другая. Она сводится примерно к концепции нашей границы под замком. Соответственно, если мы воюем где-то, это не значит, что это каким-то образом угрожает вам. А раз это вам не угрожает, то, собственно говоря, принимайте наши политические решения и наши военные действия как что-то такое, что на вашу жизнь не влияет. А как следствие, если вы были адептами в протяжении продолжительного периода времени, нескольких десятилетий тезиса, который вы, ну скажем, проращивали в сознании граждан о том, что никто не может покуситься на Россию и никто не покушается на нее и не может пробить наши границы, вы не можете сменить риторику. Ну, в случае смены этой риторики, ну, очевидным будет становиться вопрос, адресован непосредственно руководству. А как же вы так управляли? Раз, на что же шли 50, 60, 70 миллиардов долларов ежегодных расходов на вооруженные силы, какие реформы армии были произведены и чем, собственно говоря, вы нас обманывали все это время. Эксперты считают, что дроны в Подмосковье больше психологическая акция. Удары не наносят значительный ущерб российской военной машине, но зато явно продемонстрируют, что уже и в России нет места, где можно жить спокойно. Украина может атаковать и российскую военную инфраструктуру в тылу. В общем-то, накал в середине российского общества настолько силен, что действительно, как говорил в свое время Ульянов Ленин, из искры возгорится пламя. То есть ненависть бушует в российском обществе по отношению к олигархам, по отношению друг к другу, по отношению к национальным меньшинствам. То есть огромный клубок взрывоопасной ненависти в обществе. И если кто-то его возглавит и направит, потому что до сих пор это делает российская власть, а если кто-то у нее заберет эту монополию, то, соответственно, я думаю, что это достаточно такая перспективная идея. Я думаю, что этими вещами будут заниматься в том числе и Пригожин, возможно, и чеченцы, и другие субъекты, которые появляются силовые в России. Поэтому, скорее всего, это неспроста и это действительно важное событие. Эксперты не исключают, что в будущем попытки добраться до столицы России могут продолжаться. Более того, Украина имеет аппараты, способные это делать. Они могут тысячу километров преодолеть с килограммами взрывчатки. Или просто, даже без нее, чтобы просто заставить противника нервничать. Российская Федерация говорит о том, что это украинцы, но риторика ее, скажем, более изысканная. Она начинает использовать тезисы о том, что те субъекты, которые наносят урон или вред Российской Федерации на ее территории, они либо вооружены, либо, ну, скажем, осведомлены информацией, которая предоставлена представителями НАТО, ну, стран НАТО, либо оружием, ну, то есть осуществлено было там нападение или взрыв на определенном объекте с использованием оружия НАТО. То есть тут у них враг не столько Украина, как страна, они же тоже разделяют эти понятия. У них враг — это политический режим в Киеве, этот политический режим, поддерживаемый и установленный странами НАТО для того, чтобы разрушить Россию. Мы с Украиной не воюем, мы воюем с режимом и со странами Запада. Поэтому тут, ну, как бы, по сути, это мало что меняет, но если мы анализируем, ну, как бы, внутреннюю пропагандистскую линию, то она вот такая. После прилетов беспилотников в Новгородской резиденции Путина, в Подмосковье, да и в центре Москвы появились зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С-1». Однако такие меры вряд ли помогут закрыть бреши вооруженных сил РФ в противовоздушной обороне. Мешает огромная протяженность общей границы с Украиной. Оттягивание систем ПВО от зоны боевых действий к крупным городам наносит ущерб фронту. Беспилотники, которые проникают в город, создают панику даже при сбитии. Звучит воздушная тревога, жители не спят. До того момента, пока он не проявляет альтернативную позицию, а, судя по всему, вот уже год принимает и готов принимать дальше. И будет готов принимать дальше, пока у него не появятся определенные лидеры или субъекты, которые будут способны донести широкому кругу лиц то, что, собственно говоря, эти лица живут во вранье. Но признать свои ошибки или признать ложность своих убеждений, это на самом деле, как на индивидуальном уровне сложно, а на коллективном уровне, коллективном, бессознательном, это практически невозможно. И без субъекта лидера это тоже невозможно. В России нет никаких зародышей оппозиции. То, собственно говоря, те явления, которые существуют за границей, они не способны изменить внутри России ситуацию, по крайней мере, в краткосрочном перспективе. Россия никто не готовит к тому, что в случае атаки Кремль в первую очередь будет защищать важные военные объекты и свои задницы, а не простых людей. Кремлю плевать на людей. На войне уже более 150 тысяч превратились в удобрения. Подумаешь, будет еще плюс 10 или 100 или тысяча. Кремлю без разницы. А вот гражданам России пора понять, война уже давно идет на ее территории. Всяческие вот эти головы говорящие российские, всяческие пропагандисты, они сейчас начинают поднимать вопрос о том, что беспилотники над Коломной, там еще где-то Россия поднимается, и так далее. То есть пытаются создать чувство опасности у своего населения. Но население в гораздо большей опасности от самой власти российской, чем от украинской войны. Ну так сейчас получается. То есть, собственно говоря, не получается до сих пор у них каким-то образом вызвать у россиян такое чувство, что украинцы напали на Россию, что украинцы нападают на Россию. Мне кажется, что если бы даже Путин организовал пару терактов на российской территории, это все равно бы, ну все бы подумали на него, что, так сказать, старый конь то же самое делает, что и раньше. Полномасштабная война России против Украины порождает несогласных в самой РФ. Как бы Кремль не пытался подавить протестное настроение, будут появляться партизаны, будут диверсии. Недовольные войной поджигают военкоматы. Партизаны пускают под откос железнодорожные составы. А теперь еще и появились, как утверждают кремлевские чекисты и диверсанты. Они призвали народ России бороться против Путина. Вот и свершилось. Русский добровольческий корпус перешел в государственную границу Российской Федерации. Доказательство прямо за моей спиной. Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных. Имейте это в виду. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте бунт, сражайтесь. Это заявление вызвало переполох в Кремле. Путин должен был поехать на открытие года педагога. Но в связи с событиями в Брянской области поездка была отменена. Попросту бункерный дед наложил в штаны. Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина. Видели, что там сидят гражданские лица и дети. Нива обыкновенная. Открыли огонь по ним. Сообщения о так называемой украинской ДРГ в Брянской области ожидаемо вызвали бурную реакцию в российской провоенной блогосфере. Зет-каналы и сторонники войны стали требовать мести. Какой бред только не лился. Рамзан Кадыров счел, что в ряде регионов России необходимо вести военное положение на фоне столкновений в Брянской области. Риторика самого Путина в ответ на вылазку вот этих брянских партизан, она была, можно сказать, мягко не совсем адекватная. А если говорить жестче, то безумная просто. Потому что он начал говорить о том, что эти люди угрожают российской идентичности, российской культуре, российскому языку, русскому языку. И это он говорил о двух людях, которые стояли возле сельского клуба с флагами. И эти люди говорили на чистейшем русском языке гораздо лучше, чем у самого Путина. То есть явно, что что-то им нужно сказать, а что он не знает и каким образом мобилизовать население в свою поддержку он тоже не знает. Спустя сутки с момента атаки так называемых диверсантов ФСБ опубликовало видео из Брянской области. Запись смонтирована. На ней много несостыковок. И именно того, что отличается от заявлений Путина. А что здесь удивительного, все в лучших традициях пропаганды. Нива, которую, как говорит Путина, расстреляли диверсанты, показана в коротком видео и на двух фотографиях. При этом на видео автомобиль стоит на дороге, а на фотографиях находится в кювете. Они, собственно говоря, и не сделали этого теракта. Они что-то пофотографировали, что-то наприхали с три короба. Мальчик превратили в девочку, потом еще кого-то в кого-то. Ну, короче, полная лжи, куча. Все понимают, что это полная чушь. Там нагромождение лжи такое, что о каком-то согласованном информационной политике в этом вопросе, наверное, не было какой-то линии на организацию теракта самим Путиным. Вот. Почему? Я думаю, что потому, что, чтобы он не учудил, все подумают на него. У него такая репутация, что какое бы ужасное преступление не сделали в мире. Все подумают на Путина. Все, что происходит на территории России, это вполне ожидаемо. Ведь война не может быть только по одну сторону границы. В силу поражения путинской армии на поле боя партизанское движение будет только усиливаться. Людей с оружием в руках будет становиться все больше. Партизаны из временно оккупированного России Крыма уже ждут украинскую весну и приход ВСУ. Представители автономной ячейки АТЭШ записали видеообращение из Джанкоя. Как только ВСУ перейдет админграницу с Крымом, мы будем захватывать админздания и военные объекты. Кстати, пацанам из русского добровольческого корпуса привет, респект и уважуха. Вы красавчики. Ждем вас в Джанкое и Крыму, парни. Кремлевский диктатор назвал события в Брянской области терактом. Но он забыл, что именно он стал в мире террористом номер один. ФСБ и Кремле боятся, чтобы эта так называемая специальная военная операция не переросла в специальную российскую революцию, в гражданскую войну. Ну похоже, что все будет идти к тому, что Россия будет окукливаться. То есть всячески усиливать репрессии в середине государства. А вот и закрываться от внешнего мира полностью по всем параметрам. То есть мы видим, что фактически Путин убивает страну ради того, чтобы посидеть там лишний месяц или лишних там полгода у власти. Очень такая показательная вещь, когда он говорил, что он спасает Россию и так далее, поднимает ее с колен. А в действительности он ее убивает просто ради того, чтобы еще чуть-чуть посидеть во власти. Мне кажется, что это какой-то очень поучительный случай. Подобные происшествия, будь то дроны или партизаны, бьют по имиджу диктатора. Они демонстрируют, что Путин не контролирует даже собственных границ. Украина применяет против Путина средства, на которые ему просто нечем ответить. Король голый это видят все. От властных элит и регионов до войск на фронте. И кому охота умирать за голого короля или вместе с ним?